Слава Господу! Иисус Господь! Аминь! Знаете, охота, чтобы наступило такое время, когда на изучение Слова Божьего люди стремятся больше, чем на всякие юмористические программы. И, знаете, иногда я смотрю какую-нибудь программу юмористическую, ну, вроде КВН что-нибудь, да, или какого-нибудь юмориста, и я смотрю полные залы, полные залы, забитые битком. Я говорю, Господь, я молюсь, чтобы в нашей стране полные залы были забиты там, где изучается Божье Слово. Аминь! Потому что вначале было Слово, а потом все остальное, да ведь? И Писание говорит, сеющий со слезами будет пожинать с радостью, а радующийся безумству будет посрамлен. Поэтому благословенны вы, что вы сегодня здесь, и у вас есть это желание изучать Слово Божье. Слово Божье. Потому что Священное Писание говорит, что праведный будет жив чем? Праведный будет жив верой. Знаете, вот от твоей веры не все зависит. Есть вещи, которые от твоей веры зависят. Есть вещи, которые от твоей веры не зависят. Например, чтобы получить исцеление, твоя вера нужна. Согласны? Согласны? Или не согласны? Или думать, а, верю, не верю, все равно исцелюсь. Нет, Иисус пришел в свое селение и, по неверию их, не совершил там многих чудес, которые хотел совершить. То есть иногда мы думаем, Господь, почему я не исцелен? Господь говорит, так начни уже верить, начни благодарить меня. Хватит жаловаться, хватит стонать, хватит свои болячки перечислять. Начни благодарить, что ранами моими ты исцелен, что я взял на себя твои немощи и болезни. Начни что-то делать, начни. Но есть вещи, которые от твоей веры абсолютно не зависят. Да ведь? Согласны? Например, если даже весь мир сегодня согласится и соберутся представители в какой-нибудь ООН или еще в какой-нибудь международной организации, скажут, давайте мы все согласимся верить, что Бога нету. И все сказали, да, все, мы не верим больше, что Бог есть, мы верим, что Его нету. И хоть весь мир будет не верить, что Бог есть, Он все равно будет. Да ведь? Это не зависит от веры людей. Бог сказал, они больше в меня не верят. Вы знаете, как мыльный пузырь так лопнул и исчез. Нет. Если даже мы будем верить, что Бога нет, Он все равно будет. В нашей стране 70 лет верили, что Его нет, но в конце концов все рухнуло. И основная масса сегодня говорит, Бог есть. Аминь. И поэтому, дорогие, мы будем с вами говорить не о вере, не о нашей стране, мы будем говорить о духовном мире. О духовном мире. И знаете, когда люди говорят о духовном мире, что они чаще всегда подразумевают? Они подразумевают какую-то культуру, какой-то этикет, какое-то образование или еще что-то, да? Например, такая фраза, ну ты как-то уже обогащай свой духовный мир, да? Ну прочитай, в конце концов, Достоевского, прочитай Пушкина, ну хватит уже таким вот каким-то бескультурщиной быть, ну надо же быть высоко духовной личностью. И когда люди говорят о духовном мире, они говорят, все, мне пора стать духовным человеком, схожу на Лебединое озеро. И ты вышел оттуда, и когда ты разговариваешь с кем-то, ты сходил на Лебединое озеро, и ты разговариваешь, уже не просто человек, ты уже духовный человек, ты сходил на Лебединое озеро. Вот, и ты уже так можешь размышлять о высоком. На самом деле, духовность с этим ничего общего не имеет. Это высокая нравственность, это интеллектуальное развитие, это моральное развитие. Но когда мы говорим о духовном, то мы говорим о том, что невидимо для нас. Мы говорим о том, что является духом. И знаете, не вижу-то особо по возрастам, но мне кажется, что основная масса здесь родились в Советском Союзе, где все духовное отрицалось, да ведь? И мы говорили, и существует только то, что я могу видеть. То есть все невидимо у нас отрицалось, и если какие-то были такие сверхъестественные проявления, то все это куда-то пряталось в каких-то архивах, и нам говорили, да ничего этого нет. Я просто недавно смотрел один фильм, который снят на реальных событиях. Может быть, слышали такую историю, которая произошла в Куйбышеве, произошла она в 31 декабря 1955 года. Может быть, слышали такую историю, она называется «Стояние Зои». А? Слышали, да? Даже фильм снят. История эта заключается в том, что 31 декабря молодежь собралась, чтобы спраздновать Новый год, и все были девушки с парнями, парни с девушками. Вот одна девушка, Зоя Корноухова, она, ее парень не пришел, с которым она недавно познакомилась. И когда все начали танцевать, она взяла, так как ее парня звали Николай, который не пришел, она взяла икону Николая Чудотворца, да, и она сказала, ну раз мой Николай не пришел, я буду танцевать с этой иконой. Она начала танцевать, вдруг прогремел гром, что там произошло, и она остолбенела, остолбенела. Она стояла в таком состоянии 128 дней, 128 дней. Ее не могли сдвинуть, ничего. Когда ей пытались вколоть укол, то иголки не прокалывали ее руки. То есть 128 дней туда приходили ученые, там было огорожено все конной милицией. В Куйбышеве начался переполох, такой религиозный, религиозный переполох, и все эти коммунистические деятели начали думать, что же делать, и они начали писать, что это все неправда, да чего, ничего там нету. И люди спрашивали, зачем тогда стоит эта конная полиция, и никого не пускают в этот дом. И вот нашли одного старца, который пришел к ней, он молился, 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 и сказал, к Пасхе она отойдет, к Пасхе она отойдет. И через 128 дней к Пасхе у нее смогли забрать эту икону, она пришла в себя. Но, насколько я знаю, насколько я знаю, и такая информация, что она потом была в психических больницах, каждый январь ее просто клали в психическую больницу. И это было то, что необъяснимо. Это было то, что необъяснимо. Это происходило, и фильм этот так и называется чудо. Фильм так и называется чудо, потому что до сих пор эти материалы, они где-то спрятаны в архивах КГБ, и это все не выложено. И вся эта история раскрыта только по словам очевидцев. Всех людей, которые были при этом происшествии, их разослали в разные концы страны, кого-то в Магадан, то есть всех участников этой вечеринки, чтобы никто ничего это не говорил. Потому что от нас скрывали, что кроме всего видимого, есть что-то невидимое. Есть какие-то невидимые проявления. И вот это одна из таких историй. Была еще одна подобная история с другой девушкой. Она тоже была в таком состоянии много дней. Потом она пришла в себе. И давайте прочитаем в самом начале Евреям 11 главу 3 стих. 11 главу 3 стих. То есть проходило время, и мы понимали, что кроме всего видимого, есть что-то еще невидимое. Согласны? И вот это невидимое, дорогие, мы и называем духовным миром. 11.3 послание к евреям. Верую познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. И Священное Писание говорит, что первоисточником всего видимого является что-то невидимое. То есть невидимое первично, а видимое вторично. И невидимое, оно как-то влияет на видимое. Помните, Священное Писание говорит, сказал Бог Слово. Сказал Бог Слово и стал свет. И стал свет. Вначале было Слово. Слово кого? Слово невидимого Бога. И поэтому, когда мы говорим о духовном мире, мы не говорим о чем-то высокоинтеллектуальном. Мы говорим о том, что влияет на внешний, на видимый мир. И нам надо разобраться, как этот невидимый мир может влиять на нашу жизнь. И можем ли мы как-то влиять на невидимый мир. Давайте согласимся на основании Писания, что невидимый мир существует. Аминь. Невидимый. Какой он этот невидимый мир? Что там в невидимом мире? Может ли этот мир проявляться? Какие бывают проявления этого невидимого мира? Вот не знаю, сколько четвергов, но мы это будем разбирать. Сколько межчетвергов? Десять. Нормально? Конечно, я много сократил из этой темы, потому что я понимаю, что ограниченное время. Итак, Священное Писание говорит, что из невидимого произошло видимое. Давайте еще откроем Иоанна 4, 24. Здесь написано, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истине. Даже когда речь идет о самом Боге, Священное Писание говорит, что Бог есть Дух. Бог есть Дух. Именно поэтому Господь, когда общался с Моисеем, Он говорил, Моисей, скажи, чтобы никто никогда не делал мне никакого изображения. Потому что представьте, что вообразить Бога, который является Духом, это невозможно. Да ведь? Понимаете? Возможно понять, почему Он вездесущий, потому что Он Дух. Если бы мы представляли, я помню, один смотрел какую-то передачу, там мужчина сделал из камня такую, как не статую, как это назвать, в общем, какую-то такую экспозицию из камня. Она называлась «Отец, Сын и Дух Святой». И сидят три мужика. Это было вполне серьезно. То есть наша проблема в том, что мы хотим изобразить Бога, как-то представить Его по-своему. Вот Он такой, или Он такой, да? Или Он, наверное, вот такой. И все как-то пытаются Его изобразить. Но Бог сказал Моисею, Моисей, скажи, что ты ничего не видел, и чтобы не делали никакого изображения. Почему? Потому что Бог есть Дух. Невозможно изобразить Дух. Как ты Его изобразишь, да ведь? Вот я сейчас сделаю дыхание. Как вы изобразите? Конечно, если я буду на морозе, вы там облачко какое-нибудь нарисуете, да, там вышел пар, да. Бог есть Дух. И поэтому, когда мы говорим о Духовном, поэтому мы и называем Духовный мир Духовным, что в Нем существуют некие Духи. Евреям 1.14. Здесь написано, не все ли они суть служебной Духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Здесь речь уже идет об ангелах. И Священное Писание говорит, что кроме Бога, который есть Дух, Триединый Отец, Сын и Дух Святой, да. Знаете, Сына как-то мы еще можем представить, да ведь? Все-таки Он ходил по земле, Он был в оплоти, подобное нам. Но представить Духа Святого мы тоже не можем, да ведь? Можем сказать, Дух Святой, наверное, Дух Святой, наверное, Он голубь. Нет, Он не голубь. Он просто проявился в виде голубя, сошедший на Иисус. Наверное, Дух Святой огонь, потому что Он вот сошел на учеников в виде огня. Да, Он проявился как огонь, но Он не есть огонь. Наверное, Дух Святой, это как река. Но Дух Святой, это тоже не река, потому что Он просто проявился как река. Да ведь? Дух Святой, это Дух. Он может проявляться, но Он так и назван, Святой Дух. И мы не можем нарисовать Его и сказать, что Дух Святой в виде голубя. Да, мы можем нарисовать, но это наше представление. Бог есть Дух. Да, Иисус ходил в оплоти. Он ходил в оплоти, но как Он сейчас пребывает с Отцом Одесной на небесах, мы тоже не можем представить. Да ведь? Нам тоже это трудно представить, потому что Он воскрес в новом теле. Какое это тело? Как это все произошло? Нам трудно это представить. И поэтому, также, когда говорится об ангелах, Писание говорит, что ангелы, они также являются Духами. Они могут проявляться, на что мы будем смотреть в Библии. Они могут как-то влиять, но все же, когда мы говорим об ангелах, Писание говорит, что они кто? Они служебные Духи. В отличие от Бога, они не вездесущие, они не всемогущие, но все же они тоже Духи. И я не знаю, возможно, сейчас мы здесь собрались, поклонялись Господу, и, возможно, здесь была масса ангелов, но мы их не видим, потому что они Духи. Аминь. Мы будем разные места смотреть и про ангелов. Давайте еще одно место откроем. И послание Ефесия нам написано, 6.12. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. И здесь апостол Павел нам открывает еще одну духовную сферу, духовного мира. И он говорит, что кроме Бога и кроме ангелов в духовном мире есть какие-то духи злобы поднебесной, мироправители тьмы века сего. И он говорит, что это тоже духи, да ведь? Это тоже духи, которые как-то могут влиять на нас. И вопрос, можем ли мы влиять на них, а если можем, то как мы можем на них влиять? Но они тоже духи, они тоже духи, бестелесные существа, бестелесные существа. И одна из наших проблем, дорогие, которую вот здесь открывает апостол Павел, он говорит, что наша брань не против крови и плоти, да ведь? Апостол Павел говорит, дорогие, мы не воюем с тем, что мы видим. Мы не воюем против того, кого мы видим. Согласны? Наша проблема в том, что очень часто мы начинаем воевать с плотью. Мы начинаем воевать с плотью. Почему апостол Павел в их послании говорил, не мстите за себя? Потому что наша естественная реакция, если нас обидели, если нас оскорбили, если нам сделали больно, наша естественная реакция – отомстить, ответить чисто по плоти конкретному человеку, который конкретную причинил боль, урон, ущерб. И нам охота по плоти конкретно как-то ответить, у кого насколько силы хватает. Кто-то отвечает рукой, кто-то отвечает ногой, кто-то отвечает рукой и ногой, кто-то отвечает словами. Но очень часто это направлено против конкретного человека, да ведь? Я помню, знаете, один раз у меня была встреча, у нас есть в Каменске-Уральске такой завод большой, уральский алюминиевый завод, и мы хотели арендовать ДК для молодежного концерта. И мне сказали, сходите вот к замдиректора и с ним поговорить. Я пришел к замдиректора, я продолжаю его благословлять. Вот. И когда я пришел к нему, я это был человек, отвечающий за связи с общественностью, за связи с общественностью. Я всегда думал, что начальники, которые отвечают за связь с общественностью, это такие культурные, интеллигентные люди, да. Но когда я вошел только в кабинет, я понял, что я ошибался. И я такое там выслушал, и когда я вышел от него, мне так была охота по плоти что-нибудь сделать. Мне так хотелось просто по плоти ему ответить. Вот просто хотелось. Но знаете, Иисус сказал, благословляйте проклинающих вас, добром побеждайте зло. Вот о чем говорит апостол Павел, дорогие, наша брань не против крови и плоти. Мы, как дети Божьи, должны понять, что за людьми кто-то стоит. За людьми кто-то стоит. Какая-то сила, которая контролирует людей, которая манипулирует людьми. И Павел говорит, мы не воюем с плотью, это бесполезно. Это бесполезно. В другом местописании говорит, оружие воинствования нашего не плотские. В другом местописании апостол Павел говорит, вернее, Писание говорит, что не мстите за себя, ибо я отмщение, говорит Господь. Вот по плоти нам всегда охота отомстить, поставить подножку, еще что-то сделать, но чтобы человек почувствовал, что он неправ. Согласны? Ну честно, ну бывает ведь, да? Бывает. Павел говорит, не надо этого делать, доверьте это Богу. Бог разберется. И в этом проявляется наша вера в духовный мир, во влияние духовного мира на людей, на наши отношения с людьми. Да ведь? Написано, если надо, Бог примирит с тобой и врагов твоих, когда наше оружие воинственное, не плотские, дорогие. Что-то будет происходить в духовном мире, что-то будет вмешиваться в твои отношения с людьми, кто-то будет вмешиваться в твои отношения с людьми, и что-то будет там происходить. И даже врагов твоих примирит с тобой Господь. Наша проблема, что очень часто мы воюем плотским оружием, мы воюем с кровью и плотью, но Павел говорит, мы этого не делаем, потому что мы знаем и нечто большее об окружающем нас мире. Об окружающем нас мире. И это большее мы узнаем из Священного Писания. Если вы сегодня откройте интернет, вы там много можете прочитать про ангелов, проявления ангелов. Я не знаю, насколько этому можно доверять интернету. Я считаю, что один из самых главных источников познания духовного мира – это Священное Писание. Аминь. Это Иисус Христос. Почему? Да потому что Он сам все это сотворил. От кого ты можешь более подробную информацию узнать о невидимом, как не от того, кто все это сотворил. Писание говорит, все им и для Него сотворено. И если мы и хотим узнать о духовном мире, то мы должны прийти к тому, кто это сотворил, и спросить Господь, а как это действует? Что там происходит? Что там творится? Как Он устроен? Как я могу там влиять на эти духовные сферы, запускать какие-то духовные механизмы? И Господь скажет, возьми мое слово, возьми мое слово, там все написано. Потому что, знаете, к сожалению, среди христиан немало всяких, ну, я скажу честно, глупостей про духовный мир. Одно из таких глупостей я просто слышал. Один мой друг, пастор тоже, он ездил в Санкт-Петербург, и там его познакомили с человеком, который очень часто приходит в присутствие Иисуса Христа, в присутствие Иисуса Христа, на третье небо, и все. И Господь ему сказал, так что ты, говорит, прикажи Архангела, он будет охранять твою квартиру. И мой друг спрашивает его, и что ты сделал? А я, говорит, приказал Архангелу, он говорит, мои квартиры сейчас охраняет. И мой друг спрашивает, и где он сейчас? Квартиру мою охраняет. Представляете, мы можем подумать, что мы можем приказать архангелу охранять нашу квартиру. Больше архангелам заниматься нечем, как охранять наши квартиры. И знаете, много всяких таких вещей, которые как-то не совпадают со священным писанием. И поэтому мы будем смотреть на священные писания и на какие-то исторические примеры влияния духовного мира на наше развитие, на развитие вообще жизни на нашей земле. Давайте откроем Колоссиным 1 главу 13 стих. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Как вы считаете, это важно знать или нет? Потому что я скажу вам, что основная масса проблем, которые происходят в нашей жизни, они происходят от нашего непонимания духовного мира, от нашего непонимания, как он влияет на нас и как мы можем влиять на него. Масса проблем в этом мире происходит из-за этого. И основная проблема началась в мире именно из влияния духовного мира на физического человека по имени Ева. Помните, да? Когда духовный падший архангел повлиял на человека, и земля погрузилась в катастрофу. Поэтому, когда мы говорим, да мне это не надо, мне это неинтересно, мы продолжаем получать катастрофу за катастрофой, катастрофу за катастрофой. Апостол Павел говорил, нам не безызвестны его умыслы. Когда мы можем посмотреть на апостола Павла, который был одним из величайших апостолов, да, и на самом деле его служение было успешно, потому что только успешный человек может в конце своей жизни сказать, я веру сохранил и течение совершил. Да ведь? Это хорошо, когда ты уходишь на небо, и ты понимаешь, что все, что ты должен был сделать для Господа, ты сделал. И вот это и счастье на самом деле. Да ведь? Не просто дерево посадить, сына вырастить, дом построить. У нас, как говорится, что должен мужчина сделать? Построить дом, вырастить сына и посадить дерево. Иногда мы путаем, да, сажаем сына. Вот. А исполнение воли Божьей, вот что самое главное. И это есть и счастье, когда ты знаешь, что все, что Бог для тебя готовил, ты исполнил. Исполнил. Почему Павел был успешен? Потому что он говорит, нам не безызвестны его замыслы. Он был стратег в духовном мире. Он умел там ориентироваться, он умел различать. И поэтому это важно для нас, чтобы мы не были вот такими материалистами, которые говорят, да знаете, то, что написано там, все эти ангелы, все эти бесы, все это, это какой-то уже прошлый век, да вы что, да мы живем в 21 веке, какие бесы, какой сатана, какие ангелы, да не, не, не. Сейчас все решают деньги, и здесь уже даже Бог не поспорит. Все решают деньги, да, люди говорят. Нет, деньги абсолютно ничего не решают. Абсолютно ничего. И смотрите, мы читаем с вами Колоссянам 1 глава 13 стих. Избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного сына своего. И вот здесь апостол говорит, что в этом мире существует два царства, в духовном мире существует два царства. Можно там первый слайд, наверное, да, открыть? Первый слайд, если сейчас найдут. Первый слайд. Вот, да, вот смотрите, мы говорим, что мир делится на видимый и невидимый. Колоссянам 1,16. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для него создано. Священное Писание говорит, что Бог создал видимое и не только видимое, но и невидимое. И это как-то между собой взаимодействует. Второй слайд, можно? И вот Священное Писание говорит, что есть два царства, избавившего нас от власти тьмы, введшего в царство возлюбленного сына своего. И Священное Писание говорит, есть два царства на этой земле. И знаете, в нашей жизни, в практической, да, человек может иметь два гражданства, согласны? Ну, может быть, например, гражданином России и гражданином Израиля. Кто-то может три гражданства иметь. Бывает такое, да? У кого здесь два гражданства? Есть такие? Нет они у кого? У меня, к сожалению, тоже нет. Вот. Но бывает такое, да? Вы со мной? Вы можете как-то реагировать, сказать, да, бывает, знаем. Вот, вот. Олег, молодец. Вот. Но когда мы говорим о духовном мире, у тебя не может быть двойное гражданство. Ты не можешь одновременно быть в царстве Сына возлюбленного Иисуса Христа и в то же время быть в царстве тьмы. Хотя, знаете, иногда на некоторых христиан смотришь, и такое ощущение, что это возможно. Вроде говорит все правильно. Вот слова правильные, а как ты на жизнь смотришь, как-то все неправильно. На самом деле, на самом деле, ты либо там, либо там. Власть тьмы написана, потому что наше брание против крови. И апостол Павел говорит о властях тьмы, где есть начальство, где есть мероправители и духи злобы поднебесные. У нас нет времени подробно это разбирать, но мы верим, что это существует. Да ведь? Апостол Павел не врет. Все писание Бога духовновенно. И мы можем говорить, да этого нет, этого не существует, но это существует. И от того, что мы, может быть, сегодня не видим это физическими глазами, хотя выйдите на улицу, и вы увидите все это с физическими глазами, но это есть. И дальше писание говорит, 2 Фессалонкицам 1,7, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его. И если царство тьмы, апостол Павел говорит, это сатана, еще он как назван, кто помнит? Дьявол. Мы тоже не будем разбирать, пока же все мои вина, дойдем мне. Но одно из названий дьявола, это Вильзиул. Помните, да, такое? Вильзиул. Это значит кто? Что значит Вильзиул? Повелитель мух, да. То есть вот Писание так описывает дьявола. Знаете, кто такой дьявол? Мы иногда думаем, о, дьявол. И там, если вы смотрели, кто-нибудь помнит клипы Кармана? Карман такой христианский певец есть. Помните, да? И там дьявол такой нарисован, такой мышцы такие, такие рога, как у, не знаю, у быка. И такой здоровый такой дьявол. А Писание говорит, знаете, дьявол, это просто повелитель мух. Мухи, это вот эти мироправители тьмы, духи злобы поднебесной. Вот апостол Павел говорит, вот этот дьявол, он тот, кто предводитель мух. Вот так апостол Павел называет все это. Когда он говорит о царстве Сына Иисуса Христа, он говорит о Христе и о Его ком? О Его ангелах. Знаете, мы верим, что мы спорить не будем, что есть Отец, что есть Сын, что есть Дух Святой. Вопрос, и мы верим, что Он сегодня и вчера и во веки тот же. Кто верит, что Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же? А кто верит, что ангелы вчера, сегодня и во веки те же? Вот тут уже не знаем, те же или не те же, да? Но Священное Писание, что Иисус придет с неба с ангелами силы Его. Иисус говорит, извините, ангелов больше нет. Вот я один остался с Отцом и с Духом Святым. Ангелов все нету. 21 век, какие ангелы? В нас вы еще как-то верите, еще в Отца, Сына и Святого Духа, а ангелы все это уже, мы их одних на пенсию списали, третьи уже от старости скончались. Мы должны понять, что ангелы, они вечны. Ангелы, они вечны, они бессмертны, как и твоя душа. Твоя душа, она бессмертна. Поэтому и пришел Иисус Христос, чтобы спасти твою душу, потому что она бессмертна. Твоя душа не прекратит существование после смерти. Точно так же, как и ангелы, они не прекращают существовать. Да, они были когда-то созданы, но они вечны, они никогда не перестанут существовать. И Писание говорит, что Царство Иисуса Христа состоит из Бога и Его ангелов. И вот об этом мы сегодня поговорим. Знаете, дорогие, мы должны определиться, где же все-таки мы, в каком царстве мы находимся. Да ведь? В каком царстве мы находимся? Слава Богу, что многие из нас, они, Священное Писание говорит, были под властью тьмы. И Священное Писание говорит, что весь мир лежит, где? Во зле. И дьявол, он назван князем мира всего. Люди могут этого не знать, они могут этого не понимать. Как это не понимал ты? Как это не понимал я? Ты думаешь, вот я до покаяния был такой хороший, я был такой примерный, я читал Пушкина, я читал Достоевского, я читал Гоголя, думаешь, я такой вот был вообще хороший, правильный человек, но без Иисуса Христа ты был под властью тьмы. Ты можешь спорить этим, можешь не соглашаться с этим. Да, ты был хорошим человеком, но все же ты был под властью тьмы. Кто с этим может согласиться? И может быть, ты был начитанный, и ты, и ты, мухи пальцем не обидел, но ты был напыщенным и гордым человеком, потому что на всех смотрел, свысока и говорил, ой, холопы, ничего не знают. И ты был гордый, а может быть, ты был какой-нибудь там спортсмен и смотрел на всех и говорил, доходяги. У каждого свое, понимаете? У каждого свое. Вот. Но Писание говорит, что мы все были в царстве тьмы, и ничего хорошего нас там не ожидало. И Священное Писание говорит, что выйти оттуда, выйти оттуда, мы сами никак не могли. Понимаете? И когда мы славим Бога, поклоняемся Ему, или иногда, иногда люди говорят, я даже не знаю, за что благодарить Бога. Или когда тут выходит Олег или прославить, говорит, давайте будем славить Бога, а мы стоим и мы проснуться не можем. А что Его славить-то? Что славить-то Его? Да, Писание говорит, только за то, что Он взял и вывел тебя из-под власти сатаны в царство возлюбленного своего Сына. Понимаете? Благодаря Его благодати и милости тебя, сидящего во тьме, еще прочитаю, Римлянам 6,16. Неужели вы не знаете, апостол Павел обращается к римлянам, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Вот Писание говорит, что когда мы были, когда мы были в царстве тьмы, мы были рабами чего? рабами греха. Все проклятия, они следовали за нами как котята. Все наши грехи, они вели в нас ват, они разрушали нашу жизнь. Но Бог, который есть Дух по своей милости и благодати, Он решил вывести тебя из царства тьмы в царство возлюбленного твоего Сына. Своего Сына. И что-то произошло в твоей жизни. Кто почувствовал эту перемену? Когда, я не знаю, как вы, но в моей жизни эта перемена была очень сильная, когда я из царства тьмы перешел в царство возлюбленного Сына. И все, если я кому-то, не дай Бог, рассказываю о своей прошлой жизни, да пока они говорят, да ну, до этого не может быть. Я говорю, да, да, все так и было. Просто я поменял гражданство. Я поменял гражданство. Я сказал Господу, ты можешь перевести меня. Я согласен. Я не знаю, как ты это делаешь, Господь. Но давай попробуем. Я согласен. И я из рабства греха вышел и стал рабом чем? Рабом праведности. Вот там, где царство сатаны, там властвует грех, там властвует проклятие, болезни, немощи, страх, когда мы приходим в Царство Божие. Священное Писание говорит, что Царство Божие, что это? Праведность. Да ведь? Поэтому, кто-то говорит, да какой я праведник, я грешник. Кто считает, что вы грешник? Вот один человек считает, что вот там вот, ой, сколько здесь грешников сидит. А вот знаете, Господь так не считает. С чего вы взяли, что вы грешники? Священное Писание говорит, что вы теперь рабы праведности? Ну как? Ну я же согрешаю. Ну и что? А что? Если ваш ребенок делает и в чем-то ошибается, он что, перестает быть вашим сыном? Он остается вашим сыном? Да, он что-то нашкодил, наделал, но перед этим он не перестал быть вашим сыном, и вы не перестали любить его. Если он там пришел грязный, где-то извалялся, знаете, ты же не говоришь, все, пошел отсюда. Нет, ты сказал, давай снимем штанишки, постираем. И он остался твоим сыном, потому что это совсем другая тема праведности. Но Бог говорит, что мы в царстве Его, и мы рабы праведности, мы больше не рабы греха. Почему? Потому что мы вышли из царства тьмы в царство Сына Иисуса Христа. Мы поменяли гражданство. Да, раньше мы были сынами тьмы, сынами греха, сегодня мы дети света. И Писание говорит, смотри, какую, что нам дал? Любовь нам дал, чтобы быть и называться детьми Его. Это даже не твое решение. Это Господь так решил сделать тебя своим детем, оправдать тебя, осветить тебя и поставить тебя в своем царстве, быть солью и быть светом для этой земли. Аминь. Поэтому вот это одна, маленько забегаем вперед, одна из уловок дьявола, когда он тебе говорит, ты грешник, ты вообще грешник, да ты даже не достоин там к Богу приходить, ты грешник. Знаете, как сказал один киногерой, фу на вас. Фу на вас еще раз. Вот тоже дамы мы должны делать на дьявольскую ложь. Когда он приходит к тебе и говорит, да ты грешник, да ты не достоин, ты можешь ему сказать, фу на тебя. И когда он еще раз что-то тебе там говорит, ты можешь сказать, фу на тебя еще раз. Потому что праведный верой жив будет. Верой жив будет. И мы об этом еще поговорим. И смотрите, мы говорим о царстве сына, о царстве сына. Второе, Фессалоникийцам 1,6. Ага, мы это уже читали, да? Мы это уже читали. Мы это уже читали, да? Давайте евреям 1,4 прочитаем. Священное Писание говорит, что праведник смел, как лев. Поймите, пока ты думаешь, что ты грешник, у тебя не будет смелости. Почему? Да потому что ты постоянно будешь жить по чувствам вины и осуждения. Я грешник, я грешник, я грешник. У тебя чувство вины, чувство осуждения и никакой смелости, никакого дерзновения. А Писание говорит, как мы должны приступать к престолу благодати? С дерзновением. Писание говорит, что благодаря крови Христа мы имеем право с дерзновением, не путать это с наглостью, а с дерзновением, то есть со смелостью, с осознанием, что Господь ожидает тебя, ты приходишь, когда ты говоришь, что ты грешник, у тебя нету смелости, ты говоришь, на каком основании я буду иметь смелость, я вообще не знаю, вообще не понимаю, нет, Писание говорит, что мы, праведник, смел как лев, на чем основана наша смелость, на чем, может на нашей силе или еще на чем-то, да нет, наша смелость основана вот на чем, Евреям 1,14, не все ли они, как написано про ангелов, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение, апостол, предположительно Павел, говорит, что существуют ангелы, давайте согласимся, что они существуют, и не знаю, видят они меня или нет, здесь они или нет, я могу сказать, ангелы, мы верим, вы существуете, и Священное Писание говорит, что Бог посылает ангелов, для чего, для чего, для служения кому, тем, которые наследуют спасение, кто это такие, которые наследуют спасение, может твой сосед, ну ты можешь сказать, ну да, наверное, к моему соседу, потому что в моей жизни я, похоже, такой человек, кому Бог никогда ангелов не пошлет, ангелов не пошлет, знаете, как история такая есть, едет мужчина на машине, там 110, 120, 130, едет вроде один, едет 130, и кто-то сзади ему говорит, остановись, мужик перепугался, ты, говорит, кто такой, он говорит, да, я выйду, я твой ангел-хранитель, вот, и мы думаем, вот я из той категории, которая всех ангелов перепугает и все прочее, нет, Священное Писание говорит, что если мы те, кто наследует спасение, Бог посылает ангелов для служения к нам, они, кто, они служебные духи, их призвание не просто поклоняться Богу, их призвание не просто что-то там делать, их призвание служить, их призвание служить кому? Тебе и мне, служить тебе и мне, ты веришь в это? Да, если мы с вами смотрим Библию, мы посмотрим некоторые примеры, мы увидим, как это, давайте один Псалом еще откроем, Псалом 33, 8, и там написано, ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Давид, дорогие, это был человек, который попадал в массы переделок, да ведь? Если, когда мы говорим про Давида и мы вспоминаем, хух, Давид убил, это было единственное, за что Бог укорял его. Если вы почитаете, это единственное, за что Бог укорял его, это за Версавию и за ее мужа, да? Но в дальнейшем Давид это был человек веры. Именно ему Господь обещал, Давид, от твоего семени произойдет тот, кто спасет народы. И Давид, он попадал в разные переделки, почему? Потому что он был воином, он был воином, он воевал, он постоянно находился на краю жизни и смерти. То его хотел убить Саул, то его хотел убить родной сына Весолом, да? То есть жизнь его спокойной не назовешь. И он все это проходил. И он делится с нами секретом, почему же он мог пройти все это. Священное Писание говорит, что ангел Господень ополчается не против боящихся его, а вокруг боящихся его. Понимаете, ангел Господень ополчается вокруг боящихся его. Вот почему, дорогие, важно не просто любить Господа и знать, что он любит, но также Писание говорит, чтобы мы служили ему с благоговением и с трепетом. Не только с радостью, но с благоговением и трепетом. Почему? Потому что когда мы сходим в страхе Господнем, Писание говорит, Бог посылает ангелов своих, и они ополчаются вокруг нас. И я верю, дорогие, что в жизни каждого из нас были масса случаев, когда осознанно или не осознанно, может, мы этого не понимаем, когда ангелы, они вступали из-за нас. Когда ангелы вступали из-за нас. Может, мы думали, вот ничего себе, или мы говорили, это случайность, или для нас была какая-то непонятная ситуация. Но я верю, что были случаи, когда ангелы вступались за твою и за мою жизнь. Вступались. Масса случаев, дорогие, масса примеров. Когда женщина прыгнула с самолета, и у нее не раскрылся парашют, она упала и осталась живой. А недавно я прочитал, девочка упала с 10 этажа и осталась жива. А когда я еще был и служил в церкви в Екатеринбурге, ко мне на ячейку ходил парень, брат, он упал с 12 этажа и сломал ногу. Понимаете, по сути, упасть с 12 этажа, и он был такой, не перышко, которое, знаете, так вот, так вот. У моего брата был такой друг, он такой худой, и ему сестра говорила, слушай, Мишка, если ты упадешь с 9 этажа, ты, наверное, вот так будешь падать, как перышко. Но этот не был такой, и он упал с 12 этажа и сломал ногу. Масса таких случаев, и мы понимаем, что, ну, как это объяснить? Как это объяснить? Кто-то с табуретки падает и разбивается, а кто-то с 12 этажа или с высоты нескольких километров и остается жив. Как это объяснить? Порой это необъяснимо. Мы можем сказать, а это вмешательство, вмешательство Бога для спасения человеческой жизни, потому что Священное Писание говорит, что Бог пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшего. Его цель — спасать. Его цель — спасать, кого надо. Спасать. Аминь. Понимаете, чем я говорю, да? И поэтому Писание говорит, ангел — это вопрос, есть ли у нас ангелы-хранители. Есть ли у нас ангелы-хранители. Я как-то разговаривал с православными, и они говорят, да, когда ребенка крестишь, к нему представляется ангел-хранитель. Ангел-хранитель. Мы такого не читаем в Библии. Мы не читаем в Библии, что когда ребенка крестили, в Библии вообще мы не читаем, чтобы детей крестили, и там представляется ангел-хранитель. Но я могу знать, что есть какие-то ангелы, которые охраняют меня, если я хожу в страхе Господнем. Я не знаю, всегда ли они меня охраняют, или они посылаемы в какой-то определенный момент. Я не знаю, но основание Писания, я могу верить и знать, что есть ангелы, служебные духи, которых Бог посылает ко мне, чтобы охранять меня в различных ситуациях, чтобы я мог распространять Его Царство. Поэтому я тебе говорю, если ты еще не распространяешь Его Царство, начни это делать. Начни это делать. Потому что в Библии мы видим, что очень часто ангелы были с теми, кто говорили, Господь, я буду служить Тебе, я буду распространять Твое Царство. Мы посмотрим эти примеры. Поэтому прими решение, Господь, я буду служить Тебе, я буду распространять Твое Царство, потому что хочу, чтобы Твои ангелы охраняли меня, оберегали и помогали мне. Аминь. Бог обещает это, Бог обещает. И Священное Писание говорит, что если Бог что-то сказал, то Он верен Своему Слову. Если даже мы не верны, Он верен, Он верен, и Его Слово истина. Матфея 26, 253. Смотрите. Когда мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, то мы видим, что Сам Иисус Христос, Он никогда не ставил под сомнение существование ангелов. И Он не просто не ставил, Он периодически нуждался в их помощи. Представьте, Сын Божий, который сотворил небо и землю, воплотившись в человека, нуждался в помощи своего творения. На какую жертву Он пошел ради нас, да ведь? На какую жертву? И смотрите, Матфея 26, 53. И здесь Иисус говорит, или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов. То есть Иисус, Он не просто говорит, я не знаю, есть ангелы или нет, предположительно есть, точно не знаю, нет. Он точно знал, что ангелы существуют, и Он точно знал, если будет необходимо. И здесь очень важные слова. Я умолю Отца, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов. О чем мы говорим? Почему, когда я рассказал эту историю о человеке, который сказал, что он приказал ангелу охранять его квартиру, мы видим, что ангелы, они находятся не в нашем подчинении. И мы не можем повелевать им, что делать. Даже Иисус не сказал, я могу повелить ангелам, и они придут ко Мне и защитят Меня более, там, 12 легионов. Он сказал, я умолю Отца, я попрошу Отца, если будет необходимость, и Он пошлет Мне 12 легионов ангелов больше, чем 12 легионов ангелов, если в этом будет необходимость. Но в этом не было необходимости, потому что Иисус пришел для того, чтобы умереть за наши грехи. И поэтому ангелам не было нужды в данной ситуации вмешиваться в эту историю, спасать Его, защищать. Но Иисус говорит, это возможно. Я могу это сделать, и все это произойдет. Но Он должен был умолить об этом Отца и сказать, Отец, есть нужда. Поэтому Писание говорит, что ангелы, они служебные духи, посылаемые. То есть Бог, по мере необходимости, Он посылает нам на помощь ангелов для содействия распространения своего царства и для спасения своих детей. Мы видим это в Библии очень часто. Вы верите в это? Мы должны это знать. Почему? Потому что когда мы знаем эти истины, но мы как-то понимаем, что мы не одни. Да ведь? Мы понимаем, что мы не одни. И если даже какой-то человек угрожает нам, мы говорим. Знаете, я забегу вперед сразу же. Помните эту историю с Елисеем в 4 книге Царств? Кто помнит, когда Елисей со своим слугой, они оказались в окружении вражеской армии, и слуга говорит, все, Елисей, неси веревку мыла, все закончено. Ты посмотри, сколько их там конится. А Елисей стоит спокойно и насвистывает песенку какую-нибудь, да? И слуга может смотреть на него и сказать, все, все, от страха Елисей сошел с ума. Елисей говорит, да не бойся ты. Тех, кто с нами, тут больше, чем вот эти все. Слуга смотрит вокруг, никого нету. Елисей, ты, 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 нормально у тебя все с головы. Кого ты здесь? Здесь я только. Конечно, это комплимент в мой адрес, но я точно не справлюсь со всей этой армией. Елисей говорит, Господь, да открой ты в конце концов его глаза. Глаза слуги открылись. Он смотрит и кругом огненные колесницы. Можем ли мы верить в эту историю? Если мы говорим, да нет, это какая-то былина, тогда мы не можем сказать, что все писание Бога духовновенно. Либо мы верим, либо мы не верим. Либо мы верим, что это реальность, либо мы говорим, что это какой-то вот исторический миф еврейский. Нет, тогда подождите, тогда во что мы можем верить, если мы говорим, это исторический миф, вот это правда, это неправда. Нет, если это написано в Библии, я верю, что это правда. Понимаете? И поэтому, когда мы понимаем это, в нас появляется какая-то смелость, потому что мы понимаем, мы не одни. Если я хожу в страхе Господнем, ангелы ополчаются вокруг меня. Конечно, это не повод искушать Господа Бога. Господа Бога, что идти одному на толпу, а мы всех причами расталкивать. И говорит, да, тут ангелы со мной, да? В таком случае ангелы скажут, ну, сам наехал, сам разгребай теперь. Может, не скажут, может, скажут. Но, конечно, Писание говорит, не искушая Господа Бога, да ведь? Не искушая Господа Бога. Это, помните, сатана пришел к Иисусу. Сатана пришел к Иисусу и сказал, Иисус, ты же веришь в ангелов? Иисус говорит, ну, это я так уже, да? Иисус говорит, ну, само собой. Ну, так Иисус написано же. Ангелам заповедуй, на крыльях понесут тебя. Давай проверим. Давай, прыгай, Иисус. Проверим, есть ангелы или нет, да ведь? Иисус знал, что они есть, но Он сказал, знаешь, что, дьявол, написано? Не искушай Господа Бога своего. То, что мы верим в существование ангелов, что они нас охраняют, это совершенно не значит, что мы должны искушать Бога. Должны делать какие-то неразумные вещи и говорить, ну, вот, ангел меня не защитил, прыгнул с девятого этажа, а они не понесли меня на крыльях. Вот, неудача, не верю больше в ангелов. Не искушай Господа Бога. Не делай этого, не делай этого. Аминь. Смотрите, еще посмотрим один... Вы со мной еще? Посмотрим еще один пример из Библии. И это деяние, 8 глава, 39 стих. То есть Иисус, Он прекрасно осознавал, что Он может умолить Отца, и Он пришлет ангелов, и всю эту римскую армию, всех этих убийц, их просто там разбросают направо и налево. Деяние, 8 глава, 39 стих. 8 глава, 39 стих. Здесь написано, когда же они вышли из воды, это Филипп проповедовал Евнуху, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и продолжал путь радуясь. А Филипп оказался в Азоте, и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесаре. Что мы здесь видим? Да мы здесь видим настоящую телепортацию, да ведь? Пока наши ученые думают, как же телепортировать человека, мы видим, как в первом веке нашей эры телепортация уже существовала. Согласны? То есть Священное Писание говорит, Священное Писание говорит, что Филипп, он крестил Евнуха, на Евнуха сошел Дух Святой, он радовался, он прославлял Бога. В это время ангел взял Филиппа и сказал, Филипп, ты опаздываешь, ты с Евнухом задержался. Тебе уже давно пора быть в Кесарии. И он взял Филиппа и перенес его в Кесарию. Как это было, мы не знаем, но это библейский факт. Да ведь? То есть мы видим, как невидимый мир, невидимый дух, он повлиял на видимое так сильно, что оно было перемещено в теле Филиппа из одного места в другое место. И здесь только остается мечтать, думаешь, Господи, пожалуйста, от Каменска до Екатеринбурга два часа по разбитым дорогам. Господи, да телепортируют меня ангелы Твои. И было бы классно, да? Сидишь и раз уже в Каменске, два часа ехать не надо. Только вот проблема, я с женой, двоих они телепортируют или нет? Ну, ей скажут, что добирайся сама. Веры у тебя не хватило. Но мы видим, да? Мы видим. И, дорогие, в Священном Писании мы видим массу примеров, когда ангелы, они вмешивались в служении апостолов, да? Помните, ангел Господень, он освободил Петра в темнице, да? Ангел Господень освободил Петра в темнице. Это было сверхъестественное вмешательство невидимого мира и его влияние на видимое. То есть ангел пришел, он вывел Петра из темницы и сразу ничего вообще не поняли. Они ничего не поняли. То есть это то, что реально, это то, о чем говорит Священное Писание. Итак, давайте посмотрим. Ну, мы с вами выяснили, да, что есть ангелы. Есть ангелы. Мы видим на основании Библии, что они могут влиять на внешний мир. Они могут влиять. Они могут освобождать. Они могут перемещать. Они могут защищать. Они могут спасать. Они могут делать то, что Господь им повели, да? Они посылаются Богом. Мы не можем повелевать им, что делать. Мы не можем. Это не в нашей власти. Они служебные духи, но они посылаемы Господом. Они посылаемы Господом. Смотрите, давайте теперь посмотрим наше отношение с Царством Иисуса Христа. Мы увидели, что Царство Иисуса Христа, оно состоит из самого Господа и его ангелов. У нас нет времени расписывать всех ангелов, которые описаны в Библии. Херувимы, Серафимы, разные животные и особо названных ангелов. Просто скажу, особо названный Гавриил. И кто еще? Михаил, да? Вот у нас нет времени на это. Но мы с вами это уяснили. И мы с вами уяснили, что многие из нас, они в Царстве возлюбленного Сына, где праведность, мир и радость в Духе Святом. И когда, вот в чем проблема? Я говорил о том, что, когда мы думаем, мы грешники, мы не можем понять своих отношений с Богом. Он за нас или Он против нас? Потому что Священное Писание говорит, что Бог, Он не любит грех, Он ненавидит грех. Грех Ему ненавистен. Но мы должны понять, нас Он любит. Нас Он любит. И вот что говорит апостол Павел. Апостол Павел. Апостол Павел. Он говорит римлянам 8, 21, 31. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? И вы представляете, дорогие? Представляете, дорогие? Вот если мы только поймем, если мы только поймем, что Сам Бог, Который сотворил небо и землю, и Словом Которого держится все, Он за нас. Понимаете, мы должны это усвоить, что Бог, Он не против тебя. Бог, Он на твоей стороне. Мы должны это понять. Потому что многие христиане, они такое ощущение, что они умоляют Бога перейти на Его сторону. Говорит, Господь, «Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, ну, я же хороший, ну, пожалуйста, перейди на мою сторону, Господь». Нет, Писание говорит, Бог за нас. Если мы дети Божьи, если мы сыны Его Царства, то Он за нас. Мы должны это понять. Да, Он нас любит, поэтому обличает и наказывает, если в этом есть необходимость, чтобы мы принесли добрый плод с праведностью, да, но все же Он за нас. Он и обличает и наказывает нас по одной причине, потому что Он за нас, понимаете? Он обличает и наказывает не для того, чтобы причинить нас боль, изломать нашу жизнь, изуродовать нашу жизнь. Он обличает и наказывает, потому что Он любит нас. Понимаете? Потому что Он любит нас. Мы не будем сейчас разбирать, как Он обличает и наказывает, но Он это делает. Он любит нас. И Он за нас. Мы должны это понять. Сам Господь за нас. В этом Писании говорит, не убоюсь, что сделает мне человек. Одна из причин, что очень часто сдерживает нас, это страх перед людьми. Вы знаете, кто-нибудь испытывал страх перед людьми? Да, это реально. Иногда мы боимся людей. Мы боимся людей, которые имеют власть. Мы боимся людей, которые имеют деньги. Мы боимся людей, которые оказывают какое-то влияние. Но Бог говорит, дорогие, Я за вас. Пока я живу в Каменске-Уральском, уже третий мэр. Третий мэр. Были люди, которые говорили мне, послушай, мы обеспечим тебе самую лучшую камеру, с самым лучшим видом и солнечным светом. Поверь. Были люди, которые говорили, мы убьем тебя и разгоним всю твою церковь. Были такие люди. Этих людей сегодня нет. Кого-то нет в живых, кого-то нет на их постах. А я в Каменске-Уральском и до сих пор там проповедую слово. Сменилась масса чиновников, которые мне говорили, у нас тут свои законы. Написание говорит, если Бог за нас, то кто против нас? Мы должны понять, Бог за нас. Главное, дорогие, чтобы мы были в Его Царстве, чтобы мы не оставляли Его Царство. Потому что, знаете, самое страшное, что может быть в нашей жизни, это когда Бог становится против нас. Этот мир не понимает. Они живут под властью сатаны. Когда ты им проповедуешь, они смеются, они издеваются над Евангелием. Они устраивают разные манифестации против Евангелия, принимают разные законы, ограничивающие против Евангелия, ограничивающие свободу вероисповедания Евангелия. Недавно у нас была проверка, и пришли милиция, прокурор, ФСБ. На следующий день я сидел и с работником ФСБ два часа общался. Я сказал ему такие слова, знаете, когда вы начинаете сувать церкви в колеса палки, это хорошо никогда не закончится. Для нашей страны. Потому что я верю, что у нашей страны есть будущее только с Евангелием, с Евангелием Иисуса Христа. Аминь. И мы с ним мило два часа побеседовали. Или это было хорошее общение, хороший человек. Но это истина. Наша страна 70 лет выступала против Бога, и мы видим, чем это закончилось. Мы должны знать, что Бог за нас, но мы должны быть в царстве возлюбленного сына. И тогда в нашей жизни будет все хорошо. Аминь. Я прочитаю слова, историю с Елисеем, мы посмотрели. Я прочитаю вам слова одного известного богослова, реформатора, его звали Жан Кальвин. И он написал такие слова. Бог посылает ангелов не потому, что это ему нужно, но необходимо нам. То есть Жан Кальвин, живущий в средние века, он тоже признавал, да, ангелы есть. И он говорил, и Бог их посылает, потому что это необходимо нам. Я верю, что многие события в христианском мире произошли, пробуждения разные благодаря вмешательству ангелов. И таких свидетельств масса. Позитивные и негативные. Я сегодня приведу три примера, три примера, где ангелы повлияли на ход какой-то истории. на ход какой-то истории. Откровение 19.9. Откровение 19.9. Сейчас мы будем уже заканчивать. И здесь написано, здесь Иоанн описывает свое видение. Ему явился ангел и сказал мне ангел. То есть мы видим, что ангел, он пришел к апостолу Иоанну, да ведь? Ангелы могут являться по-разному. Мы видим в Библии явление ангелов было по-разному. Они могли приходить во сне. Помните, это было Иосифу, когда он спал. Наверное, Иосиф был такой занятый человек, что Бог нашел время к нему прийти, послать ангела, только когда он спал. Ангелы могли приходить в виде людей. Мы помним, как это было к Авраму, к Лоту, к Гидеону. И здесь Иоанн переживает встречу с ангелом. И ангел говорит ему, напиши, блаженный званный на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божьи. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. И вот здесь апостол Иоанн переживает эту встречу с ангелом. И ангел говорит ему эти очень важные слова. Не знаем, по какой причине, но, наверное, это явление ангела было настолько значительным, что апостол Иоанн пал и начал, хотел поклониться ему. И ангел говорит ему, Иоанн, Иоанн, погоди, погоди, что ты делаешь? Ты не должен этого делать. То есть мы видим, что ангелы, они никогда не будут принимать поклонение себе. Ангел сказал, ты мне не поклоняйся. Почему? Потому что я твой сослужитель. То есть он сказал, я вместе с тобой работаю, я вместе с тобой служу, но ты поклонись Господу и Господу одному поклоняйся. Господу одному поклоняйся. Знаете, в истории, я посмотрю сейчас, расскажу примеры, примеры, где ангелы являлись и происходили проблемы из этого. Происходили проблемы. Но ангел всегда будет говорить о поклонении Господу. Когда здесь стоит перед вами Олег Казанцев или другие люди прославляющие, говорят, давайте поклонимся Господу. Можете представить, что здесь стоит ангел и говорит, поклонись Господу, поклонись Господу. И в этой ситуации Олег, он как ангел Господень, потому что ангелы очень часто это были люди, посланные кем-то. Посланные кем-то. Были люди, не просто духовные существа, а были люди. И давайте посмотрим еще одно место. Было одно место Галатам 1.8. Это последнее место, которое мы сегодня прочитаем. И здесь написано, но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Апостол Павел здесь говорит о реальности встречи с ангелом. И здесь он говорит не о человеке ангеле, потому что ангелами называли людей, которых посылали с каким-то посланием. Их тоже называли ангелами. Он здесь конкретно говорит, если даже ангел с неба придет к вам, то есть апостол Павел не исключал возможности, что ангел как духовное существо, пришедший с неба, может явиться человеку. Павел, знаете, я всегда говорю, если бы этого было невозможно, то апостолы бы об этом не предупреждали. Понимаете? Если бы эти встречи ангелов с людьми были невозможны, то апостол Павел бы не говорил об этом. Но если он об этом говорит, это значит, это было возможно. И в истории я возьму несколько примеров, когда люди переживали встречу с ангелами, и это происходило, и это производило какое-то дальнейшее движение. И самая первая встреча, которую я прочитаю, которую я расскажу, это, знаете, такие мормоны есть. Мормоны. Знаете, они ходили раньше у нас по городу в белых рубашках с черными галстуками, такие красавчики. К ним, наверное, в основном девушки попадали, потому что такие парни ходили, американцы, иностранцы, симпатичные. Но предание мормонов говорит, что их главная книга, которая является их основанием, она была переписана с золотых пластин, которые Джозефу младшему передал ангел. То есть предание мормонов говорит, что ангел передал Джозефу младшему золотые пластины с какими-то текстами. И та книга, которая у них сегодня существует, она была переписана с этих золотых пластин. И эта книга сегодня является основанием их веры, мормонов. И мы знаем, что мормоны, не знаю, насколько их можно назвать христианами, но там много-много всего того, что противоречит Священному Писанию. Противоречит Священному Писанию. Основание у них было такое. Другая история, другая история, вы знаете Мухаммеда, да? Мухаммеда знаете, да? И вот их предание, их предание говорит, что одно время Мухаммед, он начал уходить в пещеру, он начал уходить в пещеру и молиться Богу, он начал уединяться Эта пещера, она существует до сих пор, она называется Хира, эта пещера, и он уходил туда. И в один из таких моментов ему явился в этой пещере ангел Джабриэл. Джабриэль, по-разному его называют Джабриэль, Джабриэль. В библейске это Гавриэл. Ему явился этот ангел, и вот что произошло, как это описывает предание ислама. Вот я прочитаю, как это написано в их предании. Он велел Мухаммеду, читай, Мухаммед ответил ему, что не умеет читать, тогда ангел обхватив, сжал его грудь до предела и снова велел читать. Мухаммед вновь ответил, что не умеет читать, тогда ангел снова сжал его до предела и еще раз велел читать. Мухаммед опять ответил, что не умеет читать. Тогда ангел сжал его в третий раз и произнес первые аяты Корана. И на протяжении 23 лет этот ангел являлся Мухаммеду и говорил ему вот эти свои откровения, из которых сегодня якобы состоит Коран. Когда он пришел после этой встречи домой к своей жене, он был весь в страхе, он был испуганный, он сказал, я встретил джинна, и жена начала утешать его. Но мы видим, что в начале ислама была вот эта встреча Мухаммеда вот с этим ангелом Джабриэлем. То есть в основе тоже лежит какое-то духовное переживание, которое повлияло на историю человечества. Мы видим, что сегодня ислам распространяется по всему миру, завоевывает Европу, стучится в двери к нам, но началось все вот с этой встречи, как говорит предание исламское. И третья встреча, можно, вот там последнюю картинку, которая была, это один из людей, которого называют генералами веры. Его звали Уильям Брэнхам. Его служения сопровождались чудесами, чудесами исцелений, знамений. Вы можете почитать о нем. И вот здесь информация, которую я специально выписал из его биографии. В мае 46-го года Брэнхам находился в уединенном месте в лесной пещере, молясь, ищущая ответа на свои вопросы. Внезапно увидел свет, из которого вышел ангел человеческой внешности. Он сказал, что был послан из Божьего присутствия с особым поручением для Уильяма Брэнхама. Поручение состояло в том, что ему предстоит принести миру дар божественного исцеления, что приведет к большому пробуждению. И дальше, и дальше ему были даны два знамения. Это знамения в руке, знамения в руке и знамения знать сердечные тайны. И Уильям Брэнхам утверждал, что всегда рядом с собой на служениях ангел присутствовал рядом с ним. И люди, которые подходили к нему после проповеди, чтобы они чувствовали необычное, и они могли переживать, ощущать необычное присутствие. На самом деле, если вы почитаете историю жизни Брэнхама, там было много чудес исцеления. Это одна из фотографий, где Брэнхама сфотографировали журналисты, и над его головой был такой светящийся ореол. Мы не можем сказать, что да, это было стопроцентно так, но, глядя на плоды и на служение этого человека, мы можем верить, что на самом деле он пережил какую-то встречу, сверхъестественную встречу. Впоследствии он стал одним из генералов веры, так называемых, которые принесли пробуждение, исцеление. То есть на его служениях проходила масса чудес, масса исцелений, масса сверхъестественных вещей. Но началось это также опять со встречи Брэнхама с ангелом. То есть вот это только три примера, которые я привел, и которые как-то повлияли либо сильно, либо не очень сильно, либо на историю всего человечества, либо на историю каких-то наций, каких-то людей. Но мы видим реальные встречи людей с ангелами. Можем ли мы пережить такие встречи? Все возможно верующему. Все возможно верующие. Мы знаем, что они есть. Мы знаем, что Бог за нас. Мы знаем, что ангелы ополчаются вокруг боящихся Его. Мы знаем, что ангелы, они спасают, они дают нам помощь. Одно место еще, которое я не прочитал, да, Ларис? Одно место, которое я не прочитал, когда Иисус был в Гефсимании, Священное Писание говорит, Он попросил учеников, чтобы они молились вместе с Ним, да? И что произошло? Священное Писание говорит, что ученики, они заснули. Как бывает и у нас на служениях часто. И тогда Библия говорит, был послан ангел Господень, и Он укреплял Иисуса Христа. Дорогие, мы можем верить, что если даже люди ничем не могут нам помочь, Бог может послать к нам ангела, и Он укрепит нас, когда мы будем сталкиваться с какими-то трудными решениями. Да, мы верим, что в нас есть Дух Святой, но мы верим, что несмотря на то, что в деяниях был Дух Святой, также были ангелы, которые спасали апостолов, которые приносили им откровения к океану, да, которые утешали и укрепляли Иисуса, когда в этом была необходимость. То есть это основание нашей веры. Мы не должны быть теми, кто говорит, а это все старое предание, это прошлое. Нет, мы верим в это, мы верим в это. И важно, когда мы будем переживать такие встречи, может быть, мы будем дальше об этом говорить, важно знать, как себя вести, как себя вести, потому что мы видим, что когда люди неправильно понимали это, рождались лжи религии и происходили разные вещи. То есть мы должны знать, как реагировать на проявление духовного мира. И об этом мы будем еще говорить на следующих четвергах, если вам интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова